Глава 18. Шпион. Что у вас случилось? Сейчас некогда рассказывать. В общем, нам удалось с помощью зеркальных цветов узнать, что было здесь 4 года назад. Вернее, почти удалось узнать, но в этот момент кто-то разбил все зеркала. Нам нужны зеркальные цветы. Сколько тебе лететь до поляны? Минут 20, сказал Полозков. Но потом еще столько же мне надо будет снижаться. Тогда не беспокойся, сказал я. Продолжай полет. И не подумаю, ответил Полозков. Я поворачиваю к Пегасу. Если кто-то мог разбить цветы, значит, или на корабле, или возле него есть враги. Ничего не предпринимайте без меня. Хорошо, согласился я. Когда я повесил микрофон на место, Алиса сказала. Побежали скорее на поляну. Зачем, спросил я. Неужели непонятно? Сорвем новые цветы. Видно, их тайна такая важная. Но... Давайте я поеду на вездеходе, сказал Зеленый. Ничего со мной не случится. Я сниму четырехлетний слой на месте и немедленно сообщу вам на корабль. Я с Зеленым, сказал Алиса. Да погодите вы, возразил я. Подождем Полозкова. У него катер. И мы доберемся до поляны куда быстрее, чем на вездеходе. И лучше нам теперь не разделяться. А пока надо посмотреть, как мог забраться на корабль кто тот, кто разбил зеркала нам. Я вышел в коридор и пошел к люку. Если люк закрыт, значит злоумышленник скрывается на Пегасе. Если он открыт, значит кто-то вошел на Пегас. Натворил бед и убежал. В это я мало верил. Ну тогда ему было забраться на корабль. Найти дорогу, в кают-компанию, специально уничтожить все цветы. Почему он этим занялся именно тогда, когда мы заглянули на четыре года назад? Как догадался? И я понял, что этот негодяй скрывается на корабле и знает, что мы вот-вот разгадаем тайну. Второго капитана. Это был кто-то, кто видел, чем мы занимаемся. Но кто? В лаборатории были зеленый, Алиса и я. Если не считать индикатора. Ага, индикатор? Он толкнул зеленого под локоть. Нет, быть не может. Индикатор, хоть и очень чувствительное существо, но он все-таки зверь. Не больше. Даже говорить не умеет. А может, не хочет в самом деле. И тут я подошел к люку. Люк был раскрыт настиж. Все мои теории рассыпались на мелкие кусочки. Да и не могли не рассыпаться. Если бы я подумал еще чуть-чуть, то вспомнил бы, что индикатор ни на секунду от нас не отлучался и не мог разбить зеркала в кают-компании. Люк был распахнут. И таинственный злодей ушел с корабля, утащив с собой нашего драгоценного говоруна. Может, вообще последнего говоруна на свете. На лужайке перед кораблем светило солнце. Зеленели кусты и пели птицы мир и благодать. Даже трудно поверить, что здесь происходят не очень приятные события. Я поглядел на небо. Не летит ли полосков. Полоскова пока что не было. Лишь высоко-высоко, под самыми облаками, кружила птица Крок. На помощь, капитаны, услышал я вдруг знакомый голос. Только вперед, а там разберемся. Ты где, говорун, крикнул я. Тебе нужна помощь, я спешу. Три танкиста запел из кустов говорун голосом первого капитана. Три веселых друга. Экипаж машины боевой. Я побежал на голос птицы, раздвинул кусты и увидел говоруна. Да, говорун не мог лететь, потому что он катил перед собой клювом тяжелую алмазную черепашку. Он помогал себе ногами, крыльями, а свободным клювом распевал песни и звал на помощь. Вот спасибо тебе, сказал я. Вот спасибо. А мы уж начали беспокоиться. Куда ты снова запропастился? Говорун гордо распрямился и аккуратно сложил крылья. Он сделал свое дело. Я подобрал черепашку. Молодец, сказал я говорну. Увидел, что эта проказница опять удирает, бросился за ней, догнал и притащил домой. Тебе за это положено пять кусков сахара. Никак не меньше. Я пошел обратно к кораблю. Говорун медленно шествовал сзади и был горд собой. А ты, глупышка, обратился я к черепахе. Ты же так заблудишься. Кто тебя здесь будет кормить? Ты забыла о том, что ты редкое животное и принадлежишь московскому зоопарку. И убегать тебе никуда нельзя. Тут я услышал над собой шелест крыльев и в два прыжка подскочил к люку. Я уже научился угадывать птицу Крок по полету. Говорун влетел в люк вместе со мной. И мы захлопнули крышку. Потом уселись на пол перед люком, чтобы перевести дух. А птица Крок тем временем стучала в крышку люка своим железным клювом. Алиса с зеленым встретили нас в коридоре. Они встревожились. Куда я мог деться? Все хорошо, что хорошо кончается, сказал я им. Оказывается, наш говорун умница увидел, что алмазная черепашка опять отправилась в путешествие, догнал ее и вернул домой. Вот уж, наверное, черепашка перепугалась. Черепашка отбивалась когтями и старалась вырваться из рук. А как же черепашка выбралась наружу? Удивилась Алиса. Ведь люк был заперт. Ничего удивительного, ответил я. Тот, кто поломал зеркала и открыл люк. А откуда у него ключ от корабля? И вообще, где электронный ключ от Пегаса? Он же висел в коей-то компании. В этой тайне не разобраться с Шерлоком Холмсом, сказал зеленый. А я разберусь, ответила Алиса. Я знаю. Ну и что ты знаешь? Отгадка тайны у тебя в руке? Я посмотрел на свои руки. Они были заняты алмазной черепашкой. Не понимаю, сказал я. Погляди, что она прячет в клюве. Голова черепашки была засунута под панцирь. Но кончик электронного ключа от Пегаса выглядывал наружу. Я потянул за ключ. Черепашка сопротивлялась. Держала его мертвой хваткой. И мне пришлось потрудиться, прежде чем я отобрал у нее ключ. Что-то в черепашке щелкнуло. И ее лапки, усеянные мелкими камушками, вывалились из-под панциря. И безжизненно повисли. Ну-ка, сказал зеленый. Дайте мне эту черепашку. Посмотрим, как она чирикает. Я, все еще не понимая, что же происходит, передал механику умершую черепашку и рассеянно повесил ключ на место. Зеленый положил черепашку на стол, достал из кармана комбинезона отвертку и, осмотрев черепашку со всех сторон, поддел отверткой под панцирем. Панцирь щелкнул, как крышка шкатулки. Откинулся в сторону. И под ним обнаружилось скопище элементов. Памятных ячеек, атомные батарейки. Черепашка оказалась искусно сделанным миниатюрным роботом. Понятно теперь, почему она была такой шустрой, сказала Алиса. То машинное отделение забраться хотела, то за нами бегала. Вспомни, папа, она ведь всегда под ногами крутилась, когда мы разговаривали о важных и нужных делах, вещах. Чудо техники. Произнес с уважением зеленый. Здесь и передающее устройство, и даже маленький антигравитатор. Значит, толстяк знал о каждом нашем слове, сказал я. Конечно, толстяк, вспомнила Алиса. Черепашка и его подарок. Но мне неудобно было отказать ему. Он так настойчиво дарил ее нашему зоопарку. Это просто здорово, что он не подарил зоопарку. Мину замедленного действия, сказал мрачно зеленый. Вот тебе и внутренний враг. Она же в лаборатории слышала, что мы нашли способ заглянуть в прошлое. И тут же получила приказ помешать. Вот она и разбила остальные цветы в кают-компании. И я могу поспорить на что угодно, что на поляне уже ни одного цветочка тоже не осталось. Хозяева черепашки постарались. Правильно, сказала Алиса. А потом она подхватила ключ от корабля и убежала. Да, сказал я. Но у нас есть теперь одно преимущество перед толстяком и верховцем. Какое? Они не знают. Увидели мы что-нибудь в зеркале или ничего не увидели? Сейчас не это главное, ответил зеленый. А что? Самое главное, почему черепашка вдруг убежала с Пегаса? Она сделала свое дело и убежала, сказал я. Но ведь мы ее ни в чем не подозревали. Крутилась бы под ногами и дальше, передавала наши разговоры своим хозяевам. А она вдруг убежала. Но, может быть, она нужнее сейчас в другом месте? Вряд ли, сказал зеленый. Не нравится мне это. Вернее всего, она подложила в корабль мину замедленного действия. И в любой момент мы можем взлететь на воздух. И сами взорвемся, и зверей погубим. Я предлагаю немедленно эвакуировать корабль. Погоди, остановил я зеленого. Если бы им хотелось взорвать нас, они могли бы это сделать гораздо раньше. В коридоре послышались быстрые шаги. В кают-компанию вбежал Полосков. Он сразу увидел на столе разобранную черепашку и объяснять ему почти ничего не пришлось. Значит, они еще на планете, сказал Полосков. Без их приказа черепашка не стала бы губить зеркала. Она ведь только робот. Они приказали ей подложить мину, повторил зеленый, и велели сматываться. Мы все глядели на Полоскова и все ждали, что скажет капитан. Чепуха, сказал капитан. Но тогда почему она убегала все-таки? Ключ от корабля им несла, сказал Полосков. Зачем же им ключ от взорванного корабля? Не зачем, сказал Алиса. Но и умный у нас капитан. Я-то обыкновенных способностей, сказал Полосков. А мы глупые, обрадовалась Алиса. Надо было догадаться, что черепашка не могла никакой мины подложить. Когда бы она успела за ней избегать? Тоже правильно, сказал Полосков. Но главное сейчас не в этом. Толстяк и доктор Верховцев подозревают, что мы разгадали тайну второго капитана. И они решили пожаловать к нам на Пегас. Тайно или явно, я не знаю. Но нам надо ждать гостей и приготовиться к их приходу. Но как же остальные цветы? В самом деле, мы же ничего так и не знаем. Абсолютно ничего. Абсолютно ничего.